Станиславу Сынкову, который с двух ударов отправил на тот свет свою любимую, отменили приговор. Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, дело направлено на новое рассмотрение в ином составе. Так как в ходе рассмотрения были допущены процессуальные нарушения. Напомним, все случилось в июле прошлого года. Как следует из материалов уголовного дела, сожитель 22-летней девушки распивал алкоголь вместе с соседом по коммунальной квартире. Его подруге это не понравилось. В какой-то момент завязалась ссора между Викой и Станиславом. Они ушли в свою комнату. В ходе разборок парень дважды ударил девушку по голове, закрыл дверь на ключ и ушел. Находилась в жаркое время в душном помещении с закрытыми окнами. Он тело потерпевший укрыл одеялом и в течение длительного времени она находилась одна в комнате, в коммунальной квартире. Уже соседи забили тревогу, вызвали родственников, которые взломали дверь и обнаружили тело Виктории. Когда дочь и ее сожитель перестали выходить на связь, мама девушки и отчим приехали к ним на съемную квартиру. Вскрыв двери, нашли дочь мертвую. Мать до последнего не верила в виновность сожителя. Сомнения начались, когда он не пришел на похороны любимой. Я ему звоню, ты говорю, на похороны-то приедешь. Ты где вообще? Почему на похороны? И у меня даже мыслей сначала не было, что он так смог сделать. Позже Сынкова задержали и отправили в СИЗО. Вину он свою не признавал. В ходе предварительного следствия выполнены ряд следственных действий, направленных на установление истинных поделок, в том числе на получение доказательств. Допрошены свидетели, получены экспертизы, собран характеризующий материал. Станислава Сынкова отправили на 9 лет за решетку. Позже он решил обжаловать приговор. И вот Челябинский суд отменил решение и направил для нового рассмотрения в первую инстанцию.